Как будто бы мы уже в двух шагах от окончательной победы и будем там базой на территории остальной Украины. Мне кажется, это фантазия. Конечно, хочется в это верить, но давайте опустимся с небес на землю. Контроль у кого? Контроль у тех, кто контролирует на момент перемирия по линии разграничения. И дальше мы, возможно, какую-то часть того, что Украина будет контролировать, к этому моменту не будем признавать, они, естественно, не будут признавать основную часть того, что... Значит, это не решение конфликта, значит, это заморозка. Это такой будет отложен на десятилетия. Вот так вот примерно это, я думаю, что... Что, Антон Варисович, значит, это не завершение конфликта, а это его заморозка. Это означает, что мы полностью не сели, все в моменты не обговорили, и ситуация не закрепили. Да он навечно у нас, Антон, навечно. Продолжение следует... Планировавшаяся ранее встреча с бывшим президентом США Дональдом Трампом не состоится. Это решение республиканца. Более того, Трамп озвучивает все новое и новое критические замечания в адрес и украины президента Зеленского. Также спикер Нижней Палаты Конгресса Майк Джонсон накануне потребовал от Зеленского отозвать украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Причина на, как он заявил об этом Джонсон, предвыборное мероприятие в Пенсильвании, на котором присутствовал губернатор Шапира, не позвали представителей республиканской партии. Письмо к Зеленскому выдержано в очень острых тонах. Путин накануне заявил о пересмотре российской ядерной стратегии специально для того, чтобы предупредить возможные удары западным оружием по территории России. Угрожает теперь поменять ее таким образом, чтобы разрешить удары по неядерному государству, то есть по Украине, в случае применения ракет и даже беспилотных летательных аппаратов. Пентагон собирался предоставить Украине фосфорное оружие, однако Белый дом на сегодняшний день отказывается от соответствующего решения. Украина призвала бойкотировать так называемый мирный план Китая, совместный документ, который Китай готовил вместе с Бразилией. План победы, который был представлен в Вашингтоне, Зеленским не впечатлил Белый дом. Об этом пишет правое американское издание Wall Street Journal. И наконец Россия тайно запустила производство беспилотных летательных аппаратов в Китае. Ну а на Россию вернулся 85-летний экстрасенс Кашпировский. Россия не переживает, что в прошлый раз все может закончиться, как и в 1991 году, развалом России. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, накануне кремлевский диктатор Путин заявил о возможном пересмотре ядерной доктрины. Говорил он об этом в ходе заседания Совета Безопасности Российской Федерации. Путинский говорящий род Песков сегодня уже заявил, что это нужно считать определенным сигналом для Запада. Но это абсолютно очевидно. Особенно после неудачных испытаний баллистической ракеты Сармат Путину необходимо реабилитироваться. В том числе для того, чтобы сорвать возможное разрешение на удары западным дальнобойным оружием по территории Российской Федерации. Как заявил Песков, это сигнал, который предупреждает эти страны западные о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными. Путин предложил накануне рассматривать в качестве причины для нанесения ядерного удара агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства. Которая включает в себя удары, в том числе беспилотными летательными аппаратами, ракетами и так далее. Это абсолютно очевидно. Путин специально подогнал это под ситуацию с возможным предоставлением Украине права наносить удары западным дальнобойным оружием. Впрочем, в Вашингтоне уже, кажется, нашли выход из этой ситуации, о чем я расскажу. Далее, также Пентагон пытался предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором. Однако, как об этом пишет телеканал NBC News со ссылкой сразу на трех источников, администрация Белого дома отклонила соответствующий запрос американских военных. Фосфорные боеприпасы представители Пентагона рекомендовали включить в том числе в последний по времени пакет военной помощи. Однако, администрация Байдена не одобрила рекомендацию из-за предрассудков, которые связаны с белым фосфором. Которые Россия, кстати, активно применяет на фронте, незаконно применяет, в том числе и против мирного населения. Известно о том, что Соединенные Штаты использовали фосфор в ходе войны во Вьетнаме. И последний раз официально использовали его в Ираке 20 лет назад, в 2004 году. Американские военные, как отмечает телеканал NBC, пользуются белым фосфором для создания, в первую очередь, домовых завес или для освещения на поле боя. Однако, белый фосфор известен, в первую очередь, поскольку он способен воспламеняться, гореть в том числе и в водной среде и вызывать сильнейшие ожоги. Он прожигает и одежду, и прожигает кожу, нанося серьезнейшие увечья. Также, Украина неоднократно фиксировала российскими оккупантами применение белого фосфора, в том числе и на южном направлении, и в районе Бахмута, в том числе в 2023 годах. Также, об использовании российской армии фосфорных боеприпасов против украинских военных заявляли представители мэрии Мариуполя в 2022 году, в мае 2022 года. В частности, это было на Азовстале в Мариуполе. Тем временем, НАТО готовится к возможному началу Третьей мировой войны. Это уже не слухи, это уже официальная информация, об этом заявил генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава командования НАТО по логистике. Он заявил, что такая война может развернуться на обширном поле боя и привести к серьезным потерям в личном составе для НАТО. Зольфранк заявил о том, что из-за возможности использования российских военно-космических сил, воздушная эвакуация военных членов стран НАТО будет слишком опасной, поэтому необходимо использовать санитарные поезда. Также страны НАТО работают над тем, чтобы унифицировать медицинские правила, они называют созданием военно-медицинским шенгеном. Он должен, в первую очередь, предоставить возможность перелацировать сильнодействующие препараты, обезболивающие препараты, которые необходимы для стабилизации раненых на поле боя. Медицинская эвакуация, в том числе, отрабатывалась в ходе крупнейших учений этого года, которые проходили под эгидой НАТО, называется NATO Steadfast Defender 2024, в котором приняли участие практически 100 тысяч военнослужащих стран, входящих в североатлантический блок. Принимали участие более 50 надводных кораблей, авианосцы, эсминцы, порядка 80 самолетов-вертолетов-беспилотников и более тысячи боевых машин. Одним словом, подготовка идет о ней, также заявлял министр обороны Борис Писториус, который заявил о том, что в ближайшие 3-5 лет страны НАТО должны быть готовы к возможной войне с Российской Федерацией. Кстати, Бориса Писториуса называют в качестве одного из возможных кандидатов на должность следующего федерального канцлера Германии, в случае, если недоверие к нынешнему правительству Олафа Шольца достигнет критической точки. Накануне я рассказывал, что согласно опросов Шольц сумел, умудрился, будем так говорить, настроить против себя и сторонников дальнейшего предоставления Украине военной и финансовой помощи, и противников соответствующих. То есть, Шольцам сейчас недовольны все. И те, кто выступает за продолжение боевых действий, и те, кто выступает за немедленное перемирие с Россией. Так вот, Борис Писториус является одним из ключевых кандидатов в качестве возможной следующего федерального канцлера. Ну, здесь я никаких оценок давать не буду, еще раз повторю, поскольку и Олаф Шольц при его достаточно неровной политике, тем не менее, смог добиться того, что Германия является одним из ключевых украинских спонсоров. В первую очередь, и военной помощи, и экономической помощи, передача в последнем пакете систем IRIS-T немецких очередей, в которой эффективная система ПВО, которая себя зарекомендовали в условиях защиты украинской инфраструктуры. Это фактически также является его личным результатом. Тем временем, Байден и Зеленский сегодня обсуждают, они сегодня должны встретиться, кроме того, провести встречу в Белом доме. Это будет расширенная у них две встречи, одна в рамках Генассамблеи ООН, вторая уже пройдет в Вашингтоне. Это будет приблизительно в 9 часов вечера по киевскому времени. И вот этой встречи ожидает, в первую очередь, обсуждение так называемого плана победы, который Зеленский привез в Вашингтон, который презентует Байдену. И уже он был передан фактически через его советников. Соединенные Штаты сегодня также объявили о пакете военной помощи на 8 миллиардов, который включает системы предоставления Patriot, а также новые программы обучения для украинских пилотов на американских истребителях F-16. Тем временем, как пишет издание, правое американское издание Wall Street Journal, со ссылкой на источники в Белом доме, администрация Байдена беспокоена тем, что план победы Зеленского не имеет комплексной стратегии. И представляет собой, цитата, переработанную просьбу о предоставлении большего количества вооружений и снятие ограничений на ракеты большой дальности. Высокопоставленные чиновники Белого дома заявили в Wall Street Journal, что план не предполагает четкого пути к победе, особенно с учетом нынешней ситуации на фронте. Один из опрошенных чиновников Белого дома заявил, что я не впечатлен, не так уж много нового. Также представители республиканской партии в Конгрессе обратились с письмом к администрации Белого дома с требованием предоставить план американский, американский план победы в войне Украины против России. Они хотят добиться все-таки формального признания администрации Байдена своих обязательств, своих планов с очевидной целью для того, чтобы их мог начать обсуждать и, соответственно, критиковать кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Здесь мы имеем сразу несколько скандалов. Первый из них это то, что накануне спикер Нижней Палаты Конгресса, Палаты представителей Майк Джонсон, который сыграл ключевую роль в предоставлении пакета военной помощи на сумму свыше 60 миллиардов долларов для Украины, тем не менее, сейчас Джонсон выступил с резкой критикой и с требованием, которое, в принципе, уже многими рассматривается как недипломатичное заявление. Он напрямую потребовал от Зеленского, написал ему письмо и опубликовал его на своих страницах в соцсетях. Вчера это было приблизительно в 10 часов вечера по киевскому времени, в 22.00. И он потребовал уволить посла Украины Оксану Маркарову. Причина этого, он заявил в том, что республиканская партия, лично он, Джонсон, недовольны организацией визита Зеленского на предприятие по производству артиллерийских боеприпасов в Скрентоне. Это штамп Пенсильвания. Это один из так называемых swing states, колеблющихся штатов, который определит победителя следующих выборов. Пока, согласно опросов, с небольшим перевесом здесь выигрывает Камала Харрис. Однако ситуация может поменяться. Ситуация нестабильная. И поскольку один из ключевых штатов, который определит итоги и судьбу выборов в США, 5 ноября Зеленский отправился сюда по приглашению американской администрации, полетел на официальном военном самолете ВВС США, встретился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапира, сенатором Бобом Кейси и членом Нижней Палаты Конгресса Мэттом Картрайтом. Все они являются демократами. Именно в том, что не были допущены и приглашены представители республиканской партии на это мероприятие, которое Джонсон назвал партизанским предвыборным мероприятием, которое организовала Маркарова. И он говорит о том, что республиканцы возмущены тем, что это предвыборное мероприятие прошло без представителей республиканской партии. И Зеленский, по сути, агитировал за кандидата от демократической партии, поскольку Шапира, напомню, недавно рассматривался в качестве возможного. Он был одним из топовых кандидатов на должность вице-президента в паре с Камалой Харрис, однако в итоге она избрала Вальца, хотя Шапира продолжает оставаться одним из ее самых ярых сторонников и популярных, надо сказать. Пенсильвания, штат, очень сложный, долгое время он поддерживал республиканцев, и только сейчас с победой Шапира, в общем, достаточно сложный, но тем не менее Шапира яркий кандидат. Он, безусловно, в случае победы Харрис получит предложение перейти в правительство. Говорят о том, что, возможно, это будет должность одного из ключевого членов кабинета Харрис в случае победы, государственного секретаря США, вот, и поэтому Шапира одна из самых раздражающих фигур в лагере. Харрис для республиканцев как красная тряпка для быка, именно поэтому, поскольку в Пенсильвании значительное количество эмигрантов уже американцев, натурализированных граждан Восточной Европы, в первую очередь поляков и украинцев, республиканцы указывают на то, что это агитация на территории штата Пенсильвания, предвыборный митинг, как его назвал практически, партизанский митинг, как его назвал Майк Джонсон, он сыграет на руку демократам, сыграет на руку Шапира, сыграет на руку Харрис, и Маркарова обвиняют в том, что она не пригласила туда, хотя понятно, что мероприятие проводилось на территории завода, это не была исключительно только ее задача, этим должна была заниматься и местная администрация, и губернатор, в том числе и Шапира, но факт остается фактом. Есть формальный повод для претензий, и, надо сказать, основания для этих претензий есть, безусловно. Теперь вопрос заключается в том, поменяет ли Маркарову. Пока что ни посольство, ни офис президента не комментировали эту ситуацию, тем более в дипломатической практике никто не меняет посла накануне выборов. Посла меняют всегда после президентских выборов, так всегда происходит. Приходит, в любом случае, новая администрация, Байден не останется, это будет либо Трамп, либо Харрис, и вот только когда будет назначен, избран, точнее, новый президент США, только после этого будет назначен посол, опять же, по согласованию с принимающей страной. Никто сейчас менять, я говорю, исходя из чисто формальных дипломатических канонов, менять Маркарова в этот момент не имеет смысла, поскольку если ее сейчас уволить, прислать нового посла, это посол, опять, до нескольких месяцев, это бессмысленно, а оставлять временного поверенного в делах Украины, это сразу понижение статуса дипломатической миссии в критический момент. Поэтому, еще раз повторю, вопрос практической целесообразности, что сейчас посол Маркарова в ее нынешнем статусе, она важнее сейчас в Вашингтоне, как минимум до момента президентских выборов, в любом случае ее поменяет, она находится на своей должности с 2021 года, то есть в следующий год, это уже будет четвертый год ее каденции, ее и так, и иначе, в любом случае, поменяет. Что касается Трампа, ну, с Трампом все намного сложнее, поскольку Трамп выступает уже с прямыми обвинениями в адрес президента Зеленского, он раскритиковал, в частности, интервью президента левому журналу, леволиберальному журналу «Нью-Йоркер», один из популярных в среде, скажем так, демократов и вообще левых в США. В нем президент Украины Зеленский раскритиковал заявление Джей Ди Венса, кандидата вице-президента от республиканцев, и также выразил сомнение в том, что план Трампа до конца им понятен. Как заявил в издании «Нью-Йоркер» Зеленский, цитата, «У меня такое ощущение, что Трамп в действительности не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает». На что Трамп тут же отреагировал на предвыборном митинге, он заявил, «Президент Украины находится в нашей стране и делает маленькие неприятные выпады в адрес вашего любимого президента». Это он о себе сказал. Кроме того, выступая на митинге по итогам визита Зеленского на артиллерийский завод в Пенсильвании, Трамп заявил следующее, цитата, «Украины больше нет, это больше не Украина, невозможно заменить эти города и селам, мертвых людей, такое количество мертвых людей, любая сделка, даже самая плохая, будет лучше, чем то, что мы имеем сейчас». Встречи, естественно, Трампа и Зеленского не будет, об этом уже заявили представители его штамма. Кроме того, Трамп назвал на этой неделе, снова он это говорил ранее, Зеленского величайшим продавцом в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардов долларов. Он заявил, что мы продолжаем давать миллиарды долларов тому, кто отказывается заключать сделки Зеленскому. Любая сделка, которую он может заключить, будет лучше той ситуации, которая есть сейчас. А сейчас есть страна, которая уничтожена. Это, естественно, об Украине. Ну, собственно говоря, уже, к сожалению, можно только констатировать, что Украина вновь стала темой для обсуждения американских президентских выборов. И более того, это будет сейчас предмет, который будет активно использоваться обеими сторонами. Для нас это, будем так сказать, корректно, но не самая лучшая ситуация, которая нас втягивает, помимо нашего желания, в совершенно ненужную дискуссию представителями двух штабов, Украина должна всегда оставаться равноудаленной от всех кандидатов в президенты, от всех партий с понятной абсолютно прагматичной целью сохранить двухпартийную поддержку. Мы никоим образом не должны вмешиваться или каким-то образом комментировать ход американских выборов для того, чтобы сохранить ровное и равное отношение с обеими партиями Конгресса, демократами и республиканцами. Тем более, что даже если победит представитель одной партии, Трамп или Харрис, судьбу в любом случае выбора будет решать не только это, а также тот, кто будет контролировать большинство в Сенате и в Конгрессе. А с учетом mid-terms промежуточных выборов это может оказаться любая партия. И даже если президент, например, будет республиканец, палату Нижнего Конгресса могут контролировать демократы. И наоборот, если придет демократ Кахаррис, Нижняя Палата останется в руках республиканцев, как сейчас. Одним словом, вот именно поэтому мы обязаны сохранять ровное отношение со всеми. Если этого не произойдет, мы понимаем, каким последствиям вся эта ситуация способна привести. А пока, пока это все происходит, идет компания. Зленский объявил предоставление с Соединенными Штатами пакета военной помощи на сумму 7,9 миллиардов долларов. Новые санкции против России. Новый пакет военной помощи включает в себя, в первую очередь, дополнительную батарею ПВО Патриот, систему противовоздушной обороны и перехватчики, ракеты большой дальности, боеприпасы класса воздух-земля, беспилотники. И самое интересное, Байден уже анонсировал предоставление Украине, их ранее об этом не сообщалось, крылатых авиабомб класса воздух-земля, Joint Stand-off Weapon, или сокращенно JSOW. Эти крылатые авиабомбы, по сути, управляемые КАБы, имеют задекларированную массу полтонны, 500 килограммов, это достаточно серьезный объект. Кроме того, при задекларированной дальности, около 100 километров, они могут быть дополнительно улучшены. И, по сути, как пишут военные эксперты, превратиться в крылатые ракеты. Ну, это, скажем так, конечно, метафора. Они не станут крылатыми ракетами. Но, по факту, если на них ставится дополнительное оперение, они получают неограниченные, не уточняются, опять же, с обженением секретности. То есть, они могут лететь не на 100, а на несколько сот километров. Насколько конкретно, не сообщаются. Ну, то есть, это выходит за рамки тех самых крылатых ракет, благодаря которым Путин, как он сказал, пересмотрит ядерную доктрину и может рассматривать основания донесения ядерного удара. Так вот эти бомбы не подпадают под это определение. О бомбах Путин ничего не говорил. Беспилотники, да, ракеты, да, про бомбы ничего не говорил. То есть, это можно рассматривать, как своеобразный выход, который нашла администрация Байдена. Белый дом предложил для того, чтобы усилить возможности нанесения дальних ударов без предоставления Украине возможности нанесения американскими крылатыми ракетами. Ну и, наконец, критика в адрес мирного плана Китая, которая также прозвучала, об этом говорили представители украинской делегации. Как пишет издание «Политика», Китай тайно продвигал на Генассамблее ООН свой план, который предполагает не допустить поражения России в этой войне. Китай активно склоняет на свою сторону страны Латинской Америки, Азии, Африки, глобального юга. И представители украинского дипломатического корпуса работают против этих планов Китая. Президент Зеленский назвал мирный план совместный Китая и Бразилии деструктивный. Он сказал, что бразильско-китайская инициатива больше пророссийская. Ну а тем временем мы получаем все больше свидетельств, что Китай ведет двуличную политику, в частности, Ройтерса. Ссылка на два источника в разведке стран ЕС не уточняется каких. По всей видимости, точнее, не ЕС, а Европейской Европы. По всей видимости, одна из этих разведок британская, как мы понимаем. Россия создала на территории КНР производство ударных беспилотников большой дальности для применения против Украины. В частности, этим занимается дочернее предприятие оружейного концерна «Алмаз-Антей» и «Жевский электромеханический завод «Купол». Это предприятие профильное, которое занимается подобными разработками. Сообщается, что дальность ударного беспилотника под названием «Гарпия-3» составит до 2000 км. Полезная нагрузка, которую он способен нести до 50 км. МИД Китая в ответ на просьбу прокомментировал, заявил, что не располагает соответствующая информация о проекте, заявил, что в Китае действуют якобы строгие меры контроля за экспортом беспилотников. Также сообщал, что Китай разрабатывает для России ударный беспилотник, аналогичный иранскому «Шахеду» под названием «Санфлауэр-200». Он очень напоминает по, скажем так, своим контурам и по хвостовому оперению на «Шахед-136». Одним словом, Китай не комментирует, а вот Россия может быть тайно, естественно, при помощи непосредственно Китая, занята производством таких ударных беспилотников. Одним словом, двуличная политика, это так еще мягко сказано. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день. Продолжим ожидать итогов переговоров в Белом доме уже между Байденом и Зеленским. Напомню, они состоятся ближе к 21 на 0 по киевскому времени сегодня. Разберем их в отдельном видео. А вы берегите себя, подписывайтесь на канал, лайкайте, шерки, комментируйте, трансляцию. Не забывайте, рекомендую это видео друзьям и знакомым. Спасибо всем спонсорам, партнерам и друзьям канала за вашу неоценимую поддержку. Напомню также, что у нас действует возможность раннего предусмотрения ряда видео для спонсоров канала, так что можете воспользоваться, став одним из них. Берегите себя, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Белезовец, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквізити в описании к видео.